Здравствуйте! В эфире с новостями Венспласса Курзомское телевидение в студии Юлия Костенко. Курзомское телевидение в студии Юлия Костенко. С закрытыми глазами на ощупь определить количество очков на игральной костяшке домино, на ощупь угадать предметы, лежащие в мешке. Такие задания выполняет учащиеся школы «Умник». «Умник» – это не отдельное учебное заведение, это своего рода дополнительное образование, которое могут получить далеко не все венспласские школьники. В эту школу можно попасть только по рекомендации учителей, а рекомендуют они тех, у кого способности и повышенный интерес к учебе. «Дети должны быть мотивированы учиться, должны быть любознательными. Если это так и есть, то учителям остается только направить ученика. Требования к педагогам такие, они должны быть творческими. А у нас венсплассы, они действительно самые творческие. Они должны уметь ориентироваться во внеучебной программе, не уходя слишком далеко от того, что учат в школе, и не повторяя то, что изучают в школе». Задача педагогов – способствовать развитию учащихся, сохраняя мотивацию учиться. Педагогам приходится поломать голову в поисках материалов, методов их подачи, чтобы после школы «Умник» школьникам было интересно учиться и в обычной школе. «Мне нравится в этой школе то, что я готовлюсь к уроку не одна, а с коллегой. У нас для каждой группы детей два учителя. То есть на урок я предхожу со своей коллегой из другой школы. И, конечно, когда есть с кем обсудить разные предложения, выбрать что-то самое интересное, это мне, как учителю, прежде всего, интересно. Я думаю, что дети выиграют от этого». Полученные знания в школе «Умник» школьники передают затем своим одноклассникам, делясь впечатлениями о проведенном в этой школе времени. Они становятся своего рода примером для других и могут послужить дополнительным стимулом для большего проявления интереса к учебе со стороны одноклассников. «До сих пор у нас в городе был широкий выбор для тех ребят, кто хотел заниматься спортом, кто хотел проявить себя в каком-то виде творчества, петь, танцевать. Но я как учитель знаю, что в классах очень много ребят, которые интересуются точными предметами. И это не те, у кого уже началась физика в школе или химия, а это действительно начиная с начальной школы. И до сих пор им некуда было пойти и попробовать провести какие-то опыты, что-то узнать новое. А теперь у них есть такая возможность, ну и по количеству учеников мы видим, что действительно таких детей много». У некоторых детей ярко проявляется интерес к исследовательской деятельности, к более углубленным познаниям в конкретной области или сразу в нескольких. Важно этот интерес поддерживать. «Главное, чтобы было то, что привлекает. Значит, если это не исследовательская деятельность, то тогда используется видео, либо интересный фрагмент, либо кино. Используются различные предметы или наглядные материалы, которые привлекают учащихся». Школа «Умник» – это изучение точных наук в тесной связи с гуманитарными. Проводя эксперименты, дети учатся рассуждать, излагать свои мысли. «Я считаю, что все сбалансировано. Акцент, конечно, ставится на точные науки, естествознания. Там больше можно нового увидеть. Но через познание этого можно развивать лидерские качества, чтобы они были более уверены. Если они хотят что-то сказать, чтобы они знали, о чем говорят». Занятия в школе «Умник» проходят по выходным, но венцполским школьникам не жаль тратить свободного времени на получение дополнительных знаний. Уроки проходят настолько интересно, что время пролетает незаметно. «А сейчас у нас физика. Мы должны делать эксперимент и записывать результаты. Потом, наверное, будем проверять». «Девчонки, неужели девочкам это интересно? Да, интересно. Очень, да. Это, ну, как даже объяснить, это помогает в школе очень сильно, в будущем». «Измеряем скорость шарика. И вот отсюда. Запускаемся, измеряем скорость. И измеряем с помощью вот этого термоскопа, или как он называется, хоронометра. В шарик спускается за одну секунду 28 сотых». В школе «Умник» работают 13 педагогов и один психолог. Посещают ее около 160 детей, учащихся четвертых, пятых и шестых классов. В экспериментальном порядке на занятия ходят и ученики седьмых, восьмых классов. Это те, кто в свое время стали первыми венцполскими «Умниками». Татьяна Саксаганская, Ирина Курганова, Андрей Кулыгин. Курзамское телевидение. В девятый раз в Венсполсе пройдут Дни русской культуры. В этом году все мероприятия с 20 сентября по 20 октября пройдут под общим названием «От сердца к сердцу». Основной целью этого мероприятия организаторы называют раскрытие многообразия и духовности русской культуры. Дни русской культуры продлятся в этом году целый месяц. Программу организаторы подготовили очень разнообразную. На вечере русской классики прозвучат стихи Сергея Есенина, рассказ Антона Чехова, музыкальные произведения Чайковского, Мусорского, Рубинштейна и Бородина. Незабытый классический цыганский романс. В рамках Дни русской культуры состоится выставка работ венцполских художников. Запланировано создание отдельной экспозиции, посвященной Александру Пушкину. Пройдут спортивные игры по русским национальным видам спорта и интеллектуальная игра для молодежи «Колесо истории», в которых смогут принять участие все желающие. Также в рамках Дни русской культуры пройдет и несколько других мероприятий. Это творческие концерты хора «Славяне» и спектакль «Без названия» лауреата театрального фестиваля «Золотая маска». Отдельное мероприятие будет отведено и фольклору. В заключении Дни русской культуры состоится мероприятие «Вечер духовной музыки». Певческий коллектив Рижского храма всех святых выступит в Венсполсе с духовной программой «Сакральное дыхание». Мы очень благодарны, что это общество русской культуры очень активно проводит разные культурные мероприятия, в том числе Дни русской культуры. Программа очень обширная. И, конечно, в финансовом плане мы и в предыдущие годы, и в этом году, и в следующем году будем поддерживать. Мы считаем, что это прекрасная возможность венсполчанам здесь же в Венсполсе ознакомиться с культурными традициями, достижениями такой великой нации, как русский народ. Торжественное открытие Дней русской культуры состоится 20 сентября. В 12.00 в православном храме в честь святителя Николая состоится молебен на открытие Дней русской культуры. В 17.00 в Центральной библиотеке откроется выставка венсполских художников. Музыкальное сопровождение обеспечит Свет Деяна Сквартец. В конце прошедшей недели венсполсе в третий раз прошли Дни ливской культуры, в мероприятиях которых в течение двух дней были задействованы Венсполский приморский музей под открытым небом, замок Лимонского ордена и Центр культуры. В Лил-Ирбенском баптистском молильном доме, который располагается на территории Приморского музея под открытым небом, начала работу выставка графики художницы Байбы Дамберги. Церемонию открытия выставки сопровождали выступления венсполского ливского ансамбля «Рандалист», ливского хора «Венсполского края» и гостей из Эстонии, женского хора и фольклорного коллектива «Ревелэ» Национально-культурного общества Эстонии. В субботу почтили память ливского поэта Яниса Принцесса, собравшиеся у его памятника, исполняли ливские песни и гимн. В свою очередь в замке Ливонского ордена прошла международная конференция «Ливоника-3» на тему «Ливы. Язык, история и культура». Со всей Латвии собрались те, кто относит себя к ливам. Вниманию участников конференции предлагались реферат на тему «Ливские поселки в 60-70-х годах» глазами эстонского ученого и лекция Эммы Эренштрейте, идейной вдохновительницы создания рижского ливского ансамбля «Лив-Ливст» о самопознании ливов. Завершала работу конференции презентация фотоальбома Валдиса Браунса. Заключительное мероприятие Дней Ливской культуры прошло в Венсполском центре культуры. Юлия Костенко, Гонда Порнинс и Андрей Кулыгин, Курзомское телевидение. В рамках Дней поэзии в Венсполском мемориальном музее Херберта Дорбо прошел вечер памяти Мартинша Фрейманиса. Мартинша называли «человек-оркестр». Он был и музыкантом, и композитором, и поэтом. В память о нем хранят его друзья, которые приехали в Венсполс рассказать, каким он был, простой парень из Айспуты. Полон двор людей, костер, солнечный свет, теплый вечер, музыка и стихи Мартинша в исполнении его друзей. Так в нескольких словах можно охарактеризовать прошедшее в музее Херберта Дорбо мероприятие, организованное в рамках Дней поэзии. Кто же такой Мартинш Фрейманис? Для одних он музыкант и композитор, для других – поэт, а для кого-то – просто близкий друг. В этот день в Венсполс приехали друзья Мартинша – Майя Калныня, Карлис Буместерс, Валтерс Фриденбергс, Элвис Буш, чтобы вспомнить добрым словом своего друга, почитать его стихи. Сам Мартинш пафос не любил. Не особо жаловал и дни поэзии, за их зачастую излишнюю театральность. Свои стихи он предпочитал читать свободной, иногда даже слегка хулиганской манере. Хочу сказать большое спасибо Венсполскому музею Герберта Дорбо. Мы даже не знали, что в Венсполсе есть такое чудесное место. И когда я увидела костер, моей первой мысли было – да, Мартиншу бы здесь понравилось. Он был свободным человеком. Он бы здесь и закурил, мог бы и высморкаться. Это костер создает необходимую атмосферу, чтобы мы могли поговорить с Мартиншем. Я сам тоже учился в Айспуте, в той же школе, что и Мартинш. Для меня стихи Мартинша Фреймониса – это радость, мысль, грусть. В его стихах все есть. Когда поэт и музыкант покинул земную юдаль, друзья приняли решение продолжить начатое Мартиншем. И основали фонд Мартинша Фреймониса, участие в работе которого принимают многие известные в Латвии люди. Элита Милграве, Гунтер Срач, Лаурис Рейникс и другие. За эти два с половиной года мы поняли, что в работе фонда есть смысл. Фонд оправдал себя, оправдал свою идею и наши эмоции. Фонд сохранился, и мы сумели сделать много ценного. Поддерживая добрые дела, мы сохраняем память о Мартинше. Это то, что делал он, и теперь вы все делаете то, что он делал один? Конечно же, это небольшое преувеличение, что он все делал сам. Он собирал всех нас. Конечно, зажигал всех, у него было полно идей, он был двигателем. Благодаря кипучей энергии Мартинша, который брался за многое. Фонду и сейчас хватает работы. Это и благотворительность, и поддержка молодых талантливых музыкантов, и помощь братьям нашим меньшим. К слову, если кто переживает о судьбе Пепе, любимой собаке Мартинша, то у нее все хорошо. Она живет на природе в деревне. По прошествии времени друзьям Мартинша открылся один любопытный факт. Оказывается, есть множество его неизвестных широкой публике стихов. Мартиншу было свойственно оставлять свои строки на память порой совсем незнакомым людям – на клочках бумаги, на салфетках в кафе. И сейчас, когда готовится к изданию третий сборник стихов, любой, кому остались такие автографы, может поучаствовать в его создании. Подробную информацию можно найти на домашней страничке www.mff.lv. В свою очередь, первый сборник стихов Мартинша Фрейманиса уже перешел в разряд редкостей и готовится его переиздание. Эта книга уже редкость. Это самая первая книга Мартинша, и мы планируем ее издать еще раз. Возможно, дополним ее текстами песен, которых никто еще не слышал, которые он написал в школе. Частенько Мартинш подходил к книжной полке, брал книгу, но угад открывал ее и читал какую-то строчку. Такое нехитрое гадание помогало ему принять решение в различных жизненных ситуациях. Таким он был, как он сам о себе говорил, не липайчанин, не рижанин, просто парень из айспута. Фрейманис был человек огонь. Он успел сделать так много. Мы гордимся и мы счастливы тем, что наши жизненные пути пересеклись. Наша жизнь продолжается, но мы живем немного из-за него. И это большая радость. Шахматы Шахматы – древняя логическая игра, берущая свое начало в Индии. Существует мнение, что шахматы – это один из духовных элементов, объединяющих спорт, культуру и науку. Эта игра выдержала проверку временем. До сих пор в нее увлеченные играют не только профессиональные спортсмены. В Венсполсе уже несколько десятков лет. Каждое второе воскресенье среди ценителей этой игры проводятся блиц-турниры. Традицию проведения блиц-турниров по шахматам положил в Венсполсе Юрий Снейманис. Турнир проходит в течение всего года. Каждое первое, третье и пятое воскресенье месяца. Определяют лучшего шахматиста не только по итогам недельного блиц-турнира, но и по общему количеству очков определяются лучшие шахматисты года. Естественно, что в шахматы, наверное, все-таки не так много людей играет. То есть для этого все-таки необходима какая-то, как правило, у всех здесь такая, можно назвать ее детская база, которая где-то кто-то тренировался в детстве, в школу ходя там или еще где-то там в каких-то клубах такая. Ну, то есть это всегда чувствуется, когда играешь с каким-то соперником. То есть у него есть, так сказать, поставленная теория. Так в шахматах называется, да, начало партии, это теоретические, да, такие база теоретическая. Ну, хотя приходят и действительно здесь такие люди, которые, ну, скажем, и не проходили этого. И тоже неплохо играют. Сегодня есть возможность играть и в интернете очень, то есть распространено, что люди, можно сказать, так тренируются таким образом или проводят время. Янис Исаков – многократный чемпион блиц-турниров, член Латвийской шахматной федерации. Как и другие венсполские шахматисты, он участвует в турнирах, проводимых в других местах Латвии. В отличие от классической шахматной партии, блиц-игра проводится в ограниченный отрезок времени. Партия длится всего 10 минут. Так называемый блиц, значит, каждому сопернику из соперников дается по 5 минут. И, соответственно, партия длится не больше 10 минут. То есть это блиц называется, да. Классические шахматы партии могут длиться там и 4, и 5 часов, и даже больше, да. То есть это, вот эта разница. Есть, конечно, еще средний, то есть вариант какие-то, если по полчаса партии, если по часу. То есть, ну, всякого такого калибра временного, можно сказать. Ну, в среднем мы где-то собираемся по 10-12. Ну, за год, наверное, там человек, в общем, проходит именно по блицу, около, наверное, 20 и так порядка. То есть есть, которые очень довольно редко, там есть иногда приезжие, бывшие венспелсчане, как всяко бывает. То есть, приезжают и играют какие-то турниры. Вице-чемпион прошлого года Артур Леядис подчеркивает, что блиц-игра – прекрасная тренировка, которая может пригодиться в различных жизненных ситуациях, когда необходимо быстро принять решение и нет времени обдумывать развитие сценария. Мне очень нравится именно блиц-игра, когда решение надо принимать молниеносно. Часто мне, как руководителю, приходится так действовать во время работы. Мне ближе блиц-игра, а кому-то, может, наоборот, больше нравится продумывать на несколько шагов вперед, не спеша. Конечно, в блиц-игре ты тоже думаешь на несколько шагов вперед. В этот раз в турнире приняли участие 8 человек. Каждый сыграл до 20 партий. По результатам турнира самым сильным игроком был признан Юрий Серебряков, одержавший победу впервые за долгий промежуток времени. На втором месте Артур Леядис. Третье место поделили три шахматиста. В турнирах участвуют представители разных поколений, но все-таки стоит признать, что этот вид спорта не особо популярен среди детей и молодежи. В Доме творчества когда-то действовал шахматный кружок, но из-за отсутствия желающих заниматься его закрыли. Самому старшему игроку, участнику венсполских турниров Ивану Лебедеву, 86 лет. Шахматисты заверяют, что эта игра отлично развивает логическое мышление, умение концентрироваться и память. Поэтому необходимо ввести эту дисциплину в школах и даже в детских садах. Татьяна Саксаганская, Занна Брикмана, Адрикулы, Генкурзамское телевидение. В воскресенье латвийцы, проживающие в разных уголках страны, приняли участие в мероприятии «День силы». Свою силу продемонстрировали представители разных поколений. Самому младшему участнику было 3 года, самому старшему – 73. В венсполсе «Дне силы» приняли участие 125 человек. Каким образом определяли самого сильного, узнаете из следующего сюжета. Во втором вселатвийском «Дне силы» приняли участие 5523 человека. «День силы» – это совместный проект латвийской железной дороги и латвийского общества уличной гимнастики, который организуется с целью увеличить в Латвии число людей, активно занимающихся спортом, и прививать культуру спорта. Это мероприятие организуется уже второй год, в том числе и венсполсе во второй раз. Так что все происходит. Каждому участнику выдавали браслетик, даже если человек подтянулся всего один раз. А те, кто показывает высокие результаты в этой дисциплине, получали право принять участие в финале, который проходил в столице. Как круто весь пропелок? Ну, тамирвайзик страннич. Ты специально готова? Ну, конкретно шейм, слет и маз готова. Я себя занимаюсь каждый день. Каждый день? Да. Райтису 18 лет. Его мускулатуре можно позавидовать. Парень по нашей просьбе продемонстрировал нам свой бицепс. О-о-о! Сказь, я! 21 раз подтянулся Артем. Он готов был еще раз попробовать, чтобы установить рекорд венсполса. А на тот момент рекорд был 24 раза. Когда у меня есть свободное время, я выхожу на турник, потянусь немножечко, отдохну. Это как совмещаю с свободным временем, свое хобби. То есть в свободное время ты не идешь покурить и поиграть в компьютерные игры, ты бежишь быстрее что-нибудь на турнике поделать? Ну да. Как бы для себя это же интересно, если всякие трюки на турниках учишься. 10, но засчитали только 8. Почему? Я не знаю, я, кажется, последние два не докоснулся. А что там надо? Ну, нужно за, да. Ну, как ты раньше сколько подтягивался? Это уже хороший результат? Ну, для меня, да. Я вообще так на турник редко хожу. Я после травмы подтягиваюсь. Это как? Ну вот, после сломанной рукой. У тебя была сломана рука? Да. Ну и два месяца прошло. В гипсе походил и вот сейчас опять стренируюсь. Получается? Да. Рука не болит? Болит, ну, надо как-то. Сколько раз уже? 16 раз. Вы будете участвовать? Ну да, наверное. Ну ты спортсмен этого? Более или менее. Какой вид спорта? Бокс. Бокс. И как боксерам подтягиваться? Да вроде нормально. То есть у вас есть такое обязательно, что вы должны? Ну, на тренировках так, подтягиваемся. Какой у тебя вообще результат? Пробовал когда-нибудь? Не, на рекорд не пробовал. Сегодня попробуешь, я надеюсь? Не знаю, как получится. 10. Да, 11. Много не будет, ясно. Раз 20 будет. Участвовали в Венсполсе не только молодежь, но и дети. Причем не только мальчики, но и девочки. Тоже подтягивались? Да. Это первый раз? Нет. Ты любишь подтягиваться? Не очень. Не очень? А ты пришла сегодня именно поучаствовать? Да. Ты будешь участвовать? Да. А ты что? А ты уже раньше пробовал подтягиваться? Ну, я там потренировался. Получилось? Да. Молодец, ты на аэроспортом будешь заниматься? Наверное, да. Изо всех сил Эрнест пытался подтянуться. В этот раз ему не удалось, но он готов тренироваться, чтобы в следующем году вновь принять участие в Дне Силы и доказать самому себе, что он может это сделать. В Венсполсе в Дне Силы участвовали 125 человек, подтянувшиеся всего 1473 раза. Чемпионами этого года стали Режанка Эвита Берзиня и Гвидо Шаумс из Гробини. Татьяна Саксаганская, Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение. Завершая легкоатлетический сезон, в Венсполсе прошли традиционные соревнования по метанию копья на приз Дани Соколы. Сюрприза не случилось. В женской и мужской конкуренции, ожидаемо, победили фавориты. Турнир Дани Соколы по метанию копья прошел в Венсполсе уже в 33-й раз. Дани Скула – легенда латвийской легкой атлетики. И иметь среди трофеев кубок его имени – честь для любого спортсмена. За прошедшие три десятка лет метание копья претерпело ряд изменений. И главное – связано с самим снарядом. Я надеюсь, что не будет никаких помешательств, чтобы соревнования могли продолжаться. Есть какие-то отличия? Отличия в одном – азартный, ну, такой, как был раньше, такой и сейчас. Отличия только раньше мы метали старое копье, которое считалось планирующим, а этот новый копье, который втыкается больше. Азарт и желание соревноваться и победить это тогда было и сейчас. Поскольку сезон метания копья уже подошел к концу, в соревнованиях смогли принять участие ведущие спортсмены республики – Мадера Паламейка, Эрик Ракс и подающий большие надежды Роланд Штробиндерс, ставший в итоге победителем с результатом 80 метров 22 сантиметра. О себе Роланд сказал, что ему еще надо много работать, чтобы достичь наивысших результатов. А выбор в пользу метания копья спортсмену сделать было просто, поскольку этим видом спорта занимался и его отец. Мой отец был копьеметателем – Марцис Штробиндерс. Я иду по его стопам. А является для тебя кумиром и примером Дайни Скула? Да, конечно, он пример для всех копьеметателей Латвии. Как ты готовился к этим соревнованиям и насколько они значимы в твоей спортивной карьере? Сезон закончился, работа проделана, это последнее перед отдыхом соревнование. В соревнованиях среди женщин победу праздновала Мадера Паламейка. Лучший результат 60 метров 5 сантиметров спортсменка показала уже в первой попытке. Первый бросок был многообещающий. Я обрадовалась 60 метров. Каждый бросок дальше 60 метров радует меня. Думаю, что сейчас я заслужила отдых, как и любой спортсмен, выступающий все лето и который готовился к лету в течение всей зимы. Это заслуженный отдых от тренировок, от напряжения. Мадера призналась, что с радостью участвовала в соревнованиях в Венсплсе, несмотря на то, что сезон выдался длинным и богатым на различные старты. В этом году чувствую себя очень хорошо. Это даже не характерно мне. Но если бы были еще соревнования, я бы участвовала. Опытный Эрик Срак стал вторым в конкуренции среди мужчин. А в соревнованиях среди ветеранов с результатом 63 метра 70 сантиметров стал победителем. Сам Дайни Скула за достижениями латвийских копиметателей следит внимательно и всегда готов помочь советам молодым. Бывают ли такие случаи, когда молодые спортсмены приходят и спрашивают, делаю ли я правильно или что надо улучшить? Да, конечно. Я никогда не отказываюсь помочь идеями, что как сделать лучше, чтобы результат был лучше. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Кулды, Гесмилтона, Риги, Талсы, Венсплского края, Мурьянская спортивная гимназия и Венсплсе. В семи возрастных группах на старт в общей сложности вышли 28 спортсменов. Юлия Костенко, Гита Мартинсон и Андрей Кулыгин, Курзумское телевидение. Прошедшие выходные в Венсплском доме спорта «Центр» прошли традиционные венсплские соревнования по скалолазанию на искусственной альпинистской стене. В первый день определялись финалисты, а на следующий уже развернулась борьба за медали. Альпинистская стена у дома спорта «Центр» была построена в 2008 году. Ее высота 14 метров, ширина 11 метров. Размеры позволяют формировать маршруты различной степени сложности. Я изготовил эти маршруты, то есть скрывая 15 специалистов. Разработал маршруты и закрепил элементы на стене приглашенный специалист, лучший скалолаз Латвии Роан Трудинс. Он все сделал за пару дней, а спортсменам оставалось маршруты только преодолеть. Во время квалификационных восхождений ограничений по времени не было. За 2,5 часа нужно было преодолеть наибольшее число маршрутов. А уже в финале отводилось 8 минут на прохождение одного маршрута. В соревнованиях участвовали более 40 человек, поделенных на 4 группы. В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных уголков Латвии и гости из Литвы. Как рассказал организатор соревнований Карлис Луксис, у литовских спортсменов Венсполская стена настолько популярна, что даже расписание тренировок опубликовано на двух языках – латышском и литовском. Альпинистская стена – еще своего рода тренажер перед выходом в горы. И многие спортсмены, представители спортивного скалолазания, по несколько раз в год практикуют подъемы на естественные скалы. На третьем году моего увлечения альпинизмом я впервые на неделю поехал в горы. Осуществил свою давнюю мечту. Но я знал, что для начала мне надо набраться опыта, овладеть навыками. И я с 2008 года начал заниматься на искусственной стене. Если планируешь куда-то ехать и подниматься в горы, и при этом предварительно не готовишься и не учишься, то высоко вы подняться не сможете. Высота этой стены – 14 метров. И когда на нее поднимаешься много раз, уже высоты не чувствуешь. А когда выезжаешь в горы, там совсем по-другому ощущается высота. И когда там поднимаешься на 14 метров, то тебя начинает отдаливать усталость. И ты понимаешь, что выше уже лезть не можешь. Поэтому очень важно тренироваться, вырабатывать выносливость. И надо уметь рассчитывать силы на всю дистанцию. По результатам двухдневной борьбы в группе А победила Екатерина Кожевникова из Риги. В конкуренции среди мужчин – литовский скалолаз «Кипрос Балтрунас». В свою очередь в группе юниоров лучшими признаны Диана Лотеня из Латвии и Симеон Козлик из Литвы. Юлия Костенко, Занна Брикман и Андрей Кулыгин. Курзомское телевидение. Это все события на сегодня. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова